Не обратил внимания, здесь, кстати, еще вывеска осталась. Вот, смотрите, Viva Club Internet Clubs. Привет, город Далгополз. Привет, долгополчане. Давайте вспомним то время, когда существовали компьютерные клубы в городе Далгополз. Хочу передать привет тебе, Алексей Сташан, еще раз, потому что в прошлом блоге, где я рассказывал про Counter-Strike, ты меня, в общем, познакомил с этой игрой. То есть, я считаю, что ни один компьютерный клуб не обходился без этой игры. То есть, в каждом компьютерном клубе была эта игра. В том блоге я говорил, что ты меня познакомил с этой игрой, то есть, мы как-то с тобой гуляли, нам было по 12, ну, тебе где-то, может, 13 лет было, то есть, это начало 2000-х, там, 2001-2002 год. В общем, мы с тобой гуляли, и ты такой говоришь, пошли в компьютерный клуб, тогда я не знал, что есть компьютерные клубы. И там, куда мы пошли с тобой, ты знал существование этого компьютерного клуба, и там была эта игра Counter-Strike, и была игра Quake еще. Я так посмотрел, там пацан играет в этот Quake, смотрю, там что-то прикольное такое. Ну, я как бы знал, что есть компьютерные клубы, но не знал, что есть компьютерные клубы в городе Далпилс. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, если вы вспоминаете то время, когда существовали компьютерные клубы, то, скорее всего, вам уже где-то лет 30, может, 40, вы уже, ну, такой, достаточно серьезный дядя. Наверное, хорошо зарабатываете. У вас все-таки жена, дети. Вот. Ну, я к чему все-таки? Когда были компьютерные клубы, то есть не каждый мог себе позволить купить свой первый персональный компьютер, потому что для многих это, ну, были бешеные деньги, чтобы купить вот первый себе персональный компьютер, чтобы играть тот же Counter-Strike, Quake или GTA Vice City. Вот. Поэтому люди были вынуждены ходить в компьютерные клубы. А для других людей это, суродо, был такой выгодный бизнес, да. В общем, люди зарабатывали как могли, и технологии, они все-таки не вставали на месте, да, то есть они все время что-то происходит новое, и люди где-то зависают. Вот те же компьютерные клубы. Это, суродо, была такая революция все-таки. И ближе уже к 2008-2007 уже уходит этот спад компьютерных клубов. В каждом доме уже появляется свой персональный компьютер, люди уже подводят сами интернет, и это время все-таки вымирает уже. Компьютерных клубов. Если существуют компьютерные клубы, то, скорее всего, просто так, или у кого-то есть все-таки деньги, чтобы, ну, оплачивать. Блин, хотел сказать такое нормальное, толковое. Просто компьютерные клубы, они, скорее всего, для киберспортсменов. Ну, люди, которые играют те же Counter-Strike, Dota, ну, последние современные игры, в общем. Ладно, пошлите, я проведу вам сделать такую небольшую экскурсию по компьютерному клубе, которые были, в общем, в городе Дагбеллз. Ну, я просто помню это время, я помню, ходил в компьютерные клубы. Буду кричать, потому что вечер очень сильно дует. Сейчас я иду в сторону Нидер-Кун и дальше в Калкуны. Так что, может быть, кто-то из вас помнит свой первый компьютерный клуб, который находился именно в Калкунах. Просто я помню этот компьютерный клуб, может, и вы вспомните. Поэтому идемте дальше. Ну что, я уже в Калкунах, короче. Вот, ставьте лайк, кто за Калкуны, короче. Вот. О, кстати, не обратил внимания, здесь, кстати, еще вывеска осталась. Вот, смотрите, Viva Club Internet Clubs. Давайте проверим, может, правда здесь еще до сих пор работает этот компьютерный клуб. Походу, наверное, здесь нету компьютерного клуба, потому что, если я здесь был бы, то, когда я был, короче, здесь, я был здесь пару раз в этом компьютерном клубе. Просто, наверное, вывеску еще не сняли, они до сих пор так и осталось. Самое удивительное. Кстати, вот здесь АПУ Рэмонс. Кто-то вспомните вот эти вот нижние подвалы. То время, когда, может, кто-то ходил в эти подвалы и был вот этот компьютерный клуб. Может, не в Далмпулсе, а в других городах. В других городах и других странах, когда были еще, ну, существовали вот эти компьютерные клубы. Вот. Я, конечно, могу, вот, где Viva Club Internet Clubs проверить через эту дверь, может, правда, если этот компьютерный клуб. Блин, какой я тупой. Я мог отсюда пройти сюда, короче, а я пошел вокруг, короче. Короче, я там, короче, вот эта вот дверь закрыта, и здесь нету никакого уже компьютерного клуба. Просто самое удивительное. Когда закрыли этот компьютерный клуб в Калкунах, то просто забыли снять эту вывеску. Ну, ради прикола просто. Висит она уже давным-давно. Опять я, в общем, потерял мысль. Ладно, идемте, теперь уже пойду, в общем, в центр города. Так, небольшая поправочка. Сейчас я иду в сторону Гривы, потому что там я знаю один компьютерный клуб, который раньше был. Сейчас его там нету, там просто осталось древнее место. Просто древние какие-то времена, воспоминания об этом месте. Вот, я не помню, как этот грибский клуб назывался, куда приходили, в общем, ну, местные пацаны. Вот. Если говорить про старую Гриву, та, которая ближе к Юдовке, может быть, и там тоже был какой-то компьютерный клуб. И если даже был, то я про него почему-то не знал. Вот. Ну, не интересовался. Вот, кстати, напишите в комментариях, может, кто-то помнит, что вот где вот старая Грива. Или новая Грива, ну, как сами решайте, которая ближе к Юдовке. Вот, может, кто-то помнит, что там был тоже свой компьютерный клуб. А может быть, вот куда я иду, это был, наверное, единственный компьютерный клуб на всю Гриву. Ну, вот, я уже, короче, на Гриве иду к тому компьютерному клубу, который, ну, раньше, в общем, был. Ну, вот, я подхожу к Гривскому компьютерному клубу, который, в общем, раньше был. В общем, раньше был. Вот, дверь закрыта. Вот. Вот так, в общем, сейчас это все выглядит. Короче, я сюда приходил, и это был, ну, не самый престижный в городе Далгбеллс компьютерный клуб. В основном здесь играли Quake. Quake точно играли. Играли еще в MU, в эту линейку, ну, на что-то наподобие Dota. Играли еще одну игру, какую-то военную игру. Вот, а в Counter-Strike, скорее всего, он был. Но я почему-то не помню, что здесь играли Counter-Strike. Ну, скорее всего, в любом компьютерном клубе была эта игра, именно Counter-Strike. И за Далгбеллсом приходили местные пацаны. Вот. А в каком году закрыли этот Гривский компьютерный клуб, я не знаю. Может, кто-то из вас помнит. Ну, что ж, я уже, в общем, в центре города. Вот, на улице Саулес. Барком так плюс, если говорить. Давайте покажу. Раньше был, в общем, компьютерный клуб. Но сейчас просто от этого компьютерного клуба осталось, в общем, название. И он до сих пор работает. В общем, этот компьютерный клуб, он не закрылся. Здесь до сих пор продают для компьютеров, в общем, для ноутбуков. Продают просто ноутбуки, компьютеры или запчасти, в общем. А сейчас он, как бы, знаете, называется Датур Рэмонс. Вот. А здесь в улице идет театр, улица 15-7. Вот. Ну, пошлите дальше, в общем. Ну, что ж, я еще подхожу к одному компьютерному клубу, который раньше был на Саулес Ела 19. А сейчас это называется Декиталес Друкас Центрс. А раньше здесь был, в общем, клуб Дакота. Сюда можно было приходить, даже ночью посидеть. И вроде, когда еще не было евро, а евро, в общем, не было, были, в общем, латы. В общем, это был самый престижный компьютерный клуб. Вот. И вроде, когда были латы, да, еще не было евро, вроде, один час стоил примерно лат. Вот. А в еврох, это сейчас, если, ну, были бы живы все компьютерные клубы, то, скорее всего, один час стоил бы один евро, либо два евро это бы стоило. В общем, в этом компьютерном клубе, я точно помню, были такие игры Doom 3, Call of Duty Modern Warfare, который был в 2007 году. Вот. Играли тоже все Counter-Strike, играли линейку, тоже ходили свои местные пацаны, уже городские. Я уже повторю, что это был самый престижный, в общем, компьютерный клуб в Далгопилсе. Ну, Дакота был самый престижный, я считаю, самый такой элитный, в общем. А, кстати, здесь еще была игра Call of Duty. Это первая, ну, с древней, в общем, графикой. Вот. Короче, этот компьютерный клуб закрыли, ну, где-то ближе, может, 2010 год это был, может, 2009. То есть, уже там начали ломаться компьютеры. Я помню, здесь хозяйка была достаточно богатая, которая могла, в общем, задержать этот компьютерный клуб. Вот. Ну, как я помню. Я помню, играл здесь еще High Life, да, кстати, High Life 2. Это, наверное, самая была продвинутая игра. Ну, ладно, пошлите дальше, короче. Ну, вот я на улице Лачпляша-Эла. Как видите, здесь трамвайные уже пути, там впереди идут трамваи. А здесь, в общем, получается, это уже Венибос Ил-11. Вот здесь вот раньше был компьютерный клуб. Он назывался DS, если я не я, моя память не врет меня. А здесь вот здесь просто люстры Apple. Ностальгия, в общем, по этому месту у меня. Сюда я приходил. Здесь не было такой возможности, типа, по ночам играть, в общем. В общем, компьютерный клуб, он где-то работал с 8 часов утра, ну, где-то с 9 и до 9, либо до 10. Не, наверное, до 9 часов вечера. Я помню, здесь было два брата. Я не помню, их как звали, в общем. Они играли Counter-Strike. Вот, я помню, здесь мужик был один. Ему где-то лет 40-35 было. И он это любил, в общем, поиграть с этот Counter-Strike, в общем. Также здесь люди играли GTA Y-City, кстати. Тоже играли линейку. Также я здесь... Здесь мне нравилось играть Max Payne 2. Ну, вот. Quake 3 Arena, кстати, Team я играл здесь. Соседом ходили, играли здесь, в общем. Я, кстати, пока был жив этот компьютерный клуб, я, кстати, много проводил в нем время, когда были, ну, деньги, в общем. Сейчас, как видите, здесь вместо этого компьютерного клуба Apple, Ample, короче, продают люстры, в общем, для дома. Итак, я на улице Михаилса. Вот там вот 60 Михаилса, там 59, а здесь 49. Вот здесь, я точно помню, было несколько компьютерных клубов. Вот, несколько из них сюда переехало. То есть, это было два компьютерных клуба, а потом тоже они закрылись, в общем. И, ну, у меня, как бы, есть такие воспоминания. Я еще помню эту социальную сеть OneLV и так далее. Ну, пишите, кто помнит, что кто-то, может, кто-то из вас ходил в эти компьютерные клубы именно на улице Михаилса. Ну, что, потихоньку подвожу такие итоги к этому видео. Ну, не совсем итоги. В общем, я рассказал про те компьютерные клубы, которые я, в принципе, посещал. Некоторые я очень мало посещал, другие я очень часто посещал. Вот, может, вы знаете какой-то компьютерный клуб в городе Далгплс, ну, который был раньше, и он находился в другом районе. Ну, допустим, это была бы Юдовка, может быть, это Новостройка, потому что я не мог знать про все компьютерные клубы, которые были в городе Далгплс. Вот, в основном, я посещал там несколько раз Грифский компьютерный клуб и то, что вот я рассказал, то этого, которые были в центре города Далгплс. Ну что, я вернулся, наконец-то, обратно домой. Я уже буду подводить итоги к этому видео. Ну, и так понятно, что я уже заканчиваю это видео. Будет правильно сказать. Может, где-то я в этом блоге что-то недоговорил, может, где-то опять лишнее сказал про компьютерные клубы того времени, начала 2000-х, такой яркий бум контр-страйка. Еще раз повторюсь, что не каждый мог себе позволить все-таки первый свой персональный компьютер, потому что это стоило все-таки бешеные деньги. Не у каждого был тогда свой модем все-таки. Вот, только мажоры себе могли позволить там ту же PlayStation-приставку, свой первый персональный компьютер. Сейчас, конечно, вспоминайте старые компьютеры. Тот же Windows там древний, 98-й. Я, кстати, посмотрел старые ролики, несколько старых роликов в YouTube. Можете сами набрать ностальгия по компьютерным клубам или просто начало 2000-х, вот этот яркий бум. Все ролики, которые я смотрел про компьютерные клубы, я просто с ними на все 200% согласен. Это все-таки наше детство, наша молодость, юность. Мне особенно нравится, когда автор говорит, что мы прогуливали с друзьями школу, чтобы пойти на эти карманные деньги, поиграть в компьютерном клубе. И самый этот авторитетный человек для нас был, это админ, который за всех отвечал в компьютерном клубе. Здесь вообще золотые слова. Ну и понятно, что там уже ближе 2007-й год, 2008-й уже эра компьютерных клубов заканчивается, а если сейчас они есть, эти компьютерные клубы, то, скорее всего, для киберспортсменов, либо для меня, таких уже дядей, тетей, тети, дядей, для взрослых мужиков, ну просто поностальгировать по тому времени, когда вот там зарождался это Counter-Strike, Вакушечка, Линейка, Warcraft и... Ну, те игры тех времен, короче. Ставьте лайк, либо дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите. Всем пока.